Доброго времени суток, дамы и господа. Как мы знаем, дополнение Dragonflight выйдет в 2022 году. И само собой, перед стартом этого дополнения будет припатч, как в целом и обычно. Припатч — это обновление, которое выходит перед стартом дополнения. И в припатче уже происходят небольшие изменения контента в плане какого-либо дропа и выпадения каких-либо вещиц. Помимо этого, конечно, меняются таланты, появляются новые ачивочки и всё это прочее. Но сегодня речь именно пойдёт о маунтах. Поговорим именно о маунтах. Быть может, после моего монолога у некоторых людей появится желание выформить этих маунтов, потому что время ещё есть. Первый маунт, который будет недоступен уже в припатче дополнения Dragonflight — это маунт за Mythic+. Получаем 2000 рейтингов в системе Mythic+. И лутаем элементаля — восстановленный вестник смерти. Прекрасный, хороший элементаль. Мы лутали их на протяжении каждого сезона. Но, быть может, вы только недавно вернулись в игру и вам хочется эту модельку, поэтому дерзайте. Второй маунт — PvP-шный, гладиаторский. Он будет недоступен также с припатча дополнения Dragonflight. Я вставлю его в модельку на текущий момент, и вы её увидите. У меня этого маунта нет, поэтому показать не могу. Что для этого нужно? Гладиаторы в целом и так знают, но мало ли, вдруг кто-то ас PvP-дело и ворвётся, и залутает маунт, он просто не знает критерии. Нужно получить 2400 рейтинга и на этом рейтинге сделать 50 побед. Для кого-то легко, для кого-то сложно, но в целом дерзайте. Третий маунт, который будет недоступен, начиная с релиза дополнения Dragonflight — это Jugglesword старший. Слизневый кот. Он не летает, он только бегает. Даётся за прохождение всех судьбоносных рейдов «Тёмных земель», хотя бы в нормал-режиме. И судьбоносные рейды все одновременно будут включены, начиная с припатча. Таким образом, этого маунта можно будет получить просто за прохождение нормал замка Нафрия, нормал святилища господства и нормал гробницы предвечных. Потратить на это 4 часика вместо на текущий момент 3 недель и вылутать быстренько котика. То есть нормал рейды судьбоносного формата — это не так долго, это в целом легко. Я буду, возможно, рейдики собирать, поэтому, если есть желание, то рекомендую заранее зайти в Дискордик, чтобы знать об анонсах этих рейдов. Крабовидный зерецкий бегун. Он будет убран при старте дополнения Dragonflight, то есть в припатче его ещё можно будет получить. Мы лутаем квесты там с тюремщика героического, без разницы, судьбоносный рейд или обычный рейд. Сдаём, получаем этого замечательного крабика. Он бегает, он летает. Многофункциональный маунт. Героический тюремщик не так силён, поэтому почему бы и не кильнуть его? Насколько мне известно, я высказал абсолютно всё касательно маунтов, которые будут убраны либо в припатче дополнения Dragonflight, либо при релизе дополнения Dragonflight. Но если я вдруг где-то ошибся, то дайте знать об этом в комментариях. Или, быть может, я что-то забыл. Такое бывает. Касательно тех маунтов, которые будут сложнее лутаться в дополнение Dragonflight. Это маунт с Сильваны и маунт с тюремщика. С Сильваны у нас падают замечательнейшие поводья отмщения. С тюремщика падает Зерецкий Смотритель. На текущий момент эти маунты падают в количестве двух штучек. Два человека в рейде сразу его лутают. Это круто, это классно, это замечательно. Это не может не радовать. Касательно того дропа, что случится с ними при релизе Dragonflight, это будет 1% шанс. Крайне грустная ситуация. И не стоит забывать про супер-пупер секретного красивейшего маунта под названием Слизистая Змея. На текущий момент, чтобы ее получить, нужно пройти подземелье, которое находится в Малдраксусе, Чумные каскады, и после того, как мы проходим его соло, хотя бы в героическом режиме, насколько я правильно помню, то мы получаем эту Змею. Если ничего не поменяется, то этого маунта можно будет получить, если и в Dragonflight, то она станет просто-напросто проще в своем получении. Потому что у нас будет 70 уровень, у нас будет выше этом левел, и все-все-все абсолютно, кто только захочет, сможет спокойно пройти Чумные каскады в героическом режиме и получить Слизистую Змею. Но это надо бы проверить. По маунтам картина примерно такая. Как говорил ранее, если вдруг где-то ошибся, о чем-то забыл, дайте знать в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!